Фернандо де Монтесинос, испанский монах, юрист, историк и геолог, миссионер и иезуит в Южной Америке, Перу, Боливии, Эквадор, исследователь индейцев центральных хант истории инков, получивший прозвище южноамериканский барон Мюнхегаузен за ряд фантастических и сказочных, на первый взгляд, сведений о бандских цивилизациях, до испанского вторжения и завоевания, биография, происхождение. Монтесинос родился в городе Осуна, Испания, что к юго-востоку от Севильи, точная дата рождения неизвестна, хотя в некоторых источниках приводится 1593 год. Происходил он из старого леонского рода севера Испании. Молодость изучал религию в университете Осуна, получил ученую степень лицензата в каноническом праве. В 1627 году был посвящен в сан священника в архиепископстве Севильи. В том же году он ходатайствовал о позволении ему отправиться в Перу, для получения некоторого имущества. Согласно рассказу самого Монтесиноса, в Америку он попал в 1628 году вместе с флотом вице-короля Дона Фернандеса де Кабрера, графа де Чинчон. Картахено прибыли 19 июня а 15 июля в Портабельо и торжественно вступили в Лиму 14 января 1629 года. Известно, что Монтесинос побывал на реке Чагрис. В январе 1629 года Монтесинос обосновался в Трухилье, где ему была предложена выгодная должность секретаря епископа Дона Карлоса Марселлоу Корни. А вскоре он получил престижное место ректора местной семинарии. Знаток горнорудного дела. После смерти епископа Корни Монтесинос покидает Трухилье и в 1630-1636 годах ведет весьма непоседливый образ жизни. По его собственным словам он 70 раз пересекал горы Ант. С 1630-й год Монтесинос живет в Патаси, тогдашнем мировом центре добычи драгоценных металлов. Известно, что Монтесинос принимал там участие в праздновании дня рождения престола наследника инфанта Балтасара Карлоса. Был священником прихода Санта-Барбара, самого богатого в городе. Познакомившись со старым торговцем ртутью Диего де Берсуэлло, владельцем крупной серебряной шахты в Патаси, Монтесинос получил многочисленные сведения о горнорудном деле. Через год Монтесинос оставляет приход в Патаси, получив в декабре 1631 года королевское разрешение еще на два года остаться в Перу. Между 1631 и 1635 годом в качестве экклезиастического Веситадора посещает центральная Перу, Кусска, север Чили, дважды Чаркас. Основная сфера его интересов в это время связана с добычей и переработкой драгоценных металлов, стратегически важнейшей для Испании, да и для всей тогдашней Европы отраслью перуанской экономики. Он даже написал работы на эту тему. Побывал в пустыне Атакама, видел шахты отличной березы, посетил рудники Рувинов, Яшмы, в Кусска он даже показывал золотой самородок весом в один фунт. Фернандо описал ежегодное производство артути на рудниках Ванковелика и Вайаса, где заметил многочисленные отравления от артути. Монтесинос священник в литературе высказывалось мнение, что Фернандо де Монтесинос был иезуитом. Однако в провинциальных каталогах иезуитов за 1631 и 1636 годы Монтесинос не упоминается. Кроме того, он никогда не называл себя иезуитом, а только Дон Фернандо де Монтесинос, священник. В 1636-1639 годах Монтесинос проживал в перуанской столице Лиме, где получил место настоятеля церкви Нуэвстра Сеньора де Кобеса и имел свой дом. Монтесинос сотрудничал со святой канцелярией Инквизиции и ему было поручено написать обстоятельный доклад «Знаменательная Аутадаффе», проведенная в Лиме 23 января 1639 года. В то воскресенье произошло по своему событию знаменательное. Сразу 80 приговоренных было осуждено святой инквизицией. 12 из них сожжены, среди них 9 являлись португальцами. В основном приговоренными были еврейские торговцы. Произошло это в месте, названном каменистая местность на дороге в Аманкес. Это было первое и самое жестокое за всю историю страны Аутадаффе в Перу, хотя инквизиция была учреждена в Лиме еще в 1570 году. Вышеупомянутый доклад был повторно напечатан в Мадридском семинарском еженедельнике 7 февраля 1640 года. Инквизиция сыграла ключевую роль в становлении взглядов Монтесиноса на завоевание испанцами инков и при вознесении роли католической церкви перед местной религией. Примечательно, что он никогда не упоминает, что напрямую общался с индейцами, а только с испанцами и креолами, в основном же со священниками. После 1640 года Монтесинос вновь пускается в путешествие. В 1640 году он едет в Андавайлас на Святую Неделю, в 1641 году посещает Кахамарку, где живет до 1642 года. Когда берет на себя труд посетить комнату, послужившую Инке Атуальпе тюрьмой, так как еще существовало само здание, он замерил ее размеры для того, чтобы потомство было точное представление о величине его выкупа, состоявшего из золотой серебра. В том же 1642 году Монтесинос перебирается в Кито, посещая древний город Каранки, где Инкатауальпа построил свою резиденцию. Кито Фернандо закончил первый черновик своих Мемориас Хистериалес. Монтесинос – искатель Ильдорадо и Пайтити. Монтесинос исходил из общего тогда представления, что Ильдорадо было страной Афир, упомянутой в Ветхом Завете. Также им говорил с отцом Педро Флоресом, провинциальным главой францисканцев в Лиме, который показал ему письмо херонима Хименеса, миссионера внутренних амазонских районов, видевшего слонов и невиданных животных. Солдат Франциско де Вильенуэва, компаньон Хименеса, позже пояснял Монтесиносу, что они не видели слонов, а видели лапы незнакомых животных. В отношении Ильдорадо Монтесинос ссылается на ранних историков Фернандиса де Авьеда и Сиеса де Леона, а особенно на Педро Симона, детально разработавшего легенду об Ильдорадо. Он сам пишет историю Пайтити, но не успел он ее закончить, как приходит сообщение, что некая экспедиция за пределы Тармы вернулась в столицу с золотом. Этой экспедицией в 1637 году руководил Педро Баркес. Он обследовал земли индейцев Кампо и Аммэша, обнаружив золотой рудник у реки на восток от Тарма. Известно, что Фернандо Монтесинос намеревался отправить экспедицию на поиски легендарного Пайтити Эльдорадо. Латьера Рико и Грег Деседа – страны богатой и желанной. Что примечательно, в своей книге он сообщает, что его двоюродный брат Франсиско Монтесинос в 1637 году вошел в провинцию Тарама или Тарма и забрал оттуда шестерых знатных индейцев в Лему, где их приняли с почетом, а потом, по приказу вице-короля, вернул их в их земли. Тарама же считалась входом в мифический Пайтити. Похоже, что Фернандо профинансировал эту повторную экспедицию в Тарма. При возвращении тех шести индейцев с третьей экспедиции уже под руководством его брата Франсиско, шести его ближайших друзей двух францисканских монахов, все они были убиты. Задумал убийство индейц Сомпати, историк и археолог. Свободный от службы в Риме, Дон Фернандо интересовался историей доиспанского Перу. Он исследовал архивы и рукописи о древностях Перу и записывал все примечательное, случившееся в его эпоху. Поэтому Мануэль де Минди Буро написал, что он был особый, совершивший паломничество за многие лиги, лишь бы удостовериться в фактах и разыскать первоисточники. Он исходил более 8000 километров от Кита до Потаси, выискивая всякие древности и регистрируя книги муниципальных советов. Монтесинос также приобрел рукописи известного ученого Луиса Лопеса де Салиса, епископа Кита и использовал их в своей работе. Также он имел хорошую репутацию археолога. Возвращение в Испанию. После 14 лет пребывания в Америке Монтесинос возвращается в Испанию через Папаин, Кали, Буга в 1643 году. Он получает церковный приход в Кампана возле Севильи, но через некоторое время просит у короля дать ему приход в Лимели-Мехико. 28 июня 1644 года он предстоит перед Королевским Советом Индии, предлагая продать короне секретный метод переработки ртути для многократного использования в технологическом процессе. В отличие от повсеместного разового ее использования, также предлагал закрыть шахты Ванка-Велика из-за высокой смертности индейцев на них. Монтесинос запросил у правительства 12 тысяч дукатов серебром в год, но ему было отказано. В 1644 году он завершает промежуточную версию труда «Мемориас Хистариалес», в которой вводят классические библейские мотивы. Однако Фернандо де Монтесинос так и не смог найти покровителя для издания своей книги. После этого он еще раз успевает отредактировать рукопись, внеся многочисленные правки, но до своей смерти так и не успевает ее опубликовать. Личная жизнь «Мемориас Хистариалес» О его вере в то, что библейская страна Афир Соломонова сокровища должны были находиться в перуанской Амазонии. Афир Испании Религиозный доклад «Аутадафи», проведенная в Лиме 23 января 1639 года. Исторические труды и хистория дел Пететти 1638 История Пететти Книга, написанная Монтесиносом во время его пребывания в Лиме, утрачена. И студию Дженерал де Лас Колониас Испана Ласа на Ксидент В книге автор, пользуясь библейской хронологией, возводит заселение перу к XIX веку до н.э. армянами, когда-то были подчинены Асирии. По версии Монтесиноса, первые поселенцы пришли частично со стороны Чили, часть пересекла Анды, часть из Панамы морем. Однако самые знаменитые сочинения Фернандо Монтесиноса «Мемориас Хистариалес» – пятитонное сочинение об истории Перу, посвящено архиепископу Кита Данонфрае Педро де Авьедо Анало Перу, который охватывает период с 1492 по 1642 год, когда он вернулся в Испанию. Работа была издана в Мадриде в двух томах в 1906 доктором Виктором Мануэлем Мауртуа и Урибе. Эти аналы грешат сухостью бюрократизма, а именно – слишком большим интересом в экономических вопросах, особенно ежегодным производством минералов. Книга первая, книга вторая. Древние исторические и политические памятные сведения о Перу, датированные 1642 годом, не пользуются особым доверием исследователей. Найдены они были монахом Хосе де Сан-Антонио, отправившего, осуществив их корректировку и скопировав его в 1786 году министру Хосе Гальвессу. Что примечательно, Гальвессу король поручил изгнать иезуитов из Нового Света. Первым же известием об этом произведении было издание его на французском языке в 1840 году мансиньором Терна Кэмпанс, являвшегося ничем иным, как переводом книги второй памятных сведений Монте-Синоса, обнаруженных Доном Хуаном Баутистом Униосом в библиотеке монастыря Сан-Хосе де Мерсидариус Севилья. Известный популяризатор культур до Колумбо в Америке Милослав Стингель писал о Монте-Синосе, что за свои довольно необычные сообщения он даже заслужил прозвище перуанского барона Мюнхе Гаузиана. Не очень почтительно отзывается о нем и Ю. Е. Берескин, Ф. Монте-Синос, чья хроника при фантастичности и исторических данных не безинтересна для этнографа. Субтитры создавал DimaTorzok